Привет, мои хорошие! Ну куда я теперь без вас? Теперь я без вас вообще никуда. В общем, мы, вы знаете, планируем, да, поездочку вообще, честно говоря, с маленьким ребёнком. Это, честно говоря, сложно, сложно. Было бы лучше, если бы он уже сидел там, и хотя бы колясочка была прогулочная, и была бы не зима. Но мы так хотим увидеть нашего папочку, и скорее-скорее подниматься, поцеловаться. Вот, и поэтому мы, не отлагая времени, летим им чем к нему. И готовимся. Значит, сумку, которую я покупала, я вам говорила, вот она у меня лежит. Вот она зелёная. Показывала вам её. Так, слушай, стали люди, тут нихрена не проехать теперь. Я её, в общем, меня обратно. Потому что он в ней не лежит. Во-первых, она впритык ему, эта сумка уже. Во-вторых, если прямо одеть на него ещё костюм тёплый, он вообще, конечно, сходит с ума, и я даже не стала его мучить. Хорошо, я договорилась, что если не подойдёт, я верну. Вот я иду возвращать. Читала ваши комментарии, девочки, по поводу эрго-рюкзака, да, прикольно, классно. Но на самом деле я его так особо не ношу, вот чтобы, да. Это, наверное, летом, зимой я его не ношу. Это просто вот то, что поездка. И я не знаю, может быть, к лету и к весне он уже настолько вырастет, что мне его вот таскать вообще на себе не захочется. Поэтому я всё-таки взяла вот рюкзак, который нам дали, кенгуру, обычный, самый простой вообще рюкзачок. Не факт, что он, ну, как бы я его померила уже, вроде сидит неплохо, но мне буквально нужно что-то, доехать до поезда, всё, в поезде я уже не буду, да. И вот интересен момент, но наверняка, когда я это видео выложу, я уже буду полностью собранной, уже вряд ли что смогу поменять. Но мне всё равно интересно, кто с маленьким ребёнком ездил в поезде когда-нибудь и ходил в туалет. Как вот сходить, если ни на кого его не оставлять? Как сходить в туалет с ребёнком? Я просто это пробовала делать, там, значит, это, давай, мама говорит, давай, сходи, попробуй, вот как, ты же там садиться не будешь, там все дела. В общем, я такая держу его, придерживаюсь, ну, честно говоря, это нереально, мне кажется, в туалет захочется переходить, захочется ходить в туалет. Вот, захочется, не захочется, не захочется в туалет при всех этих условиях. Организм, наверное, сам скажет, не, не, не надо, я потерплю. Вот, ну, в общем, интересно ваш опыт. И вы спрашивали ещё, почему мы на поезде, а не на самолёте. Ой, во-первых, честно говоря, мне почему-то на самолёте страшновато с ребёнком. Не знаю почему, может быть, потому что он очень маленький, я не знаю, это первый момент. Второй момент, нам на самолёте неудобно, потому что самолёт, ну, то есть самолётам нужны будут пересадки. Самолёт не едет туда, куда нам нужно, а поезд едет, вот, совсем рядышком там. И это удобно, потому что там нас встретят и сразу привезут домой. А если самолёт, то это далеко ехать для того, чтобы нас встретили, и это нам нужно будет на поезд садиться или ещё куда-то, чтобы, в общем-то, поэтому мы на поезде. Так, всё, в общем, сейчас у меня столько посылок, мне на самом деле посылки надо забрать. И сегодня я привожу себя в порядок. Буду красивая, делаю милирование кореней, ногти, шелак, руки-ноги. Ну, в общем, всё, увидите. Оставайтесь. Кстати, смотрите, у меня бутылочка из фикс-прайса. И я на удивление заметила, я же из неё не пила. Я чисто воду там вот хранила и с неё наливала, допустим, воду в стакан, да, она такая красивая у меня стояла. Она перестала пахнуть. Да, она реально пахла пластиком, я вначале не заметила. После того, как мне все написали, она не пахнет пластиком, я начала обращать на это внимание. Она реально воняла пластиком, потому что даже не хотела потом пить воду. Сейчас просто вообще, ну, то есть вода в ней была, и я потом такая нюхаю, думаю, ля, классно, можно с собой брать. Вот кофеёчек. Ну, я же, как всегда, сплю мало, поэтому кофеёчек. И, кстати, пока я ехала, я уже напелась песни и... напелась, напелась песни и выкинула уже в Инстаграм. Так что, кто в Инстаграме, уже в курсе. В общем, купила вот эрго-рюкзак, да, типа тут хипстер, тут много ещё, в общем-то, удобно. Ну, попробуем. Я тоже сказала, что вдруг-вдруг где-то не сядет, но просто, да, я вначале сказала, что дали кенгуру, просто там явная нагрузка идёт на спину. А у меня со спиной уже проблемы, и я не могу вообще долго ребёнка купать и в таком положении сгибающимся сидеть. Поэтому мне надо, чтобы было на бёдры. Ну, вообще, я думаю, что пригодится такая штучка, хипстер вот этот, вот как он сидит, чтобы он там сидел, гуляли мы так, потому что вряд ли он захочет. Вот я смотрю, моя племянница, она не хочет сидеть в коляске, нифига. Постоянно её на руках надо таскать. Я своего таскать не смогу. Вот, вроде попробовала крепко, но потом вам, если что, сделаю обзорчик, покажу. Так что. Ладно, едем дальше. А, кстати, предыдущий вот этот вот, который зелёный, я поменяла. Я в итоге на эту сумму практически набрала вещей. Уже классно было в колготочках. Нам подарили колготочки, вот из Белоруссии прислали. И чё-то это, ну, классно колготочки, но они всё-таки не стопроцентный хлопок. Сказали, что не тянутся. В общем, я взяла ему эти ползуночки хлопковые. Ну, посмотрю, как он, в общем, будет в них. Чё-то мне понравились колготки, на самом деле. Или на то, что они не хлопковые, это не ась. Вот. Девочки, мои красавицы, вот я и в салоне. На самом деле, я хожу в салон недалеко от дома. Эконом такой вот класс, там даже не салон, а просто парикмахерская. И здесь делают ногти. Мастера, в принципе, неплохие. Но я хожу, делаю волосы, допустим, ну, что и ногти, да. Я считаю, что, в принципе, ну, нормальный мастер, который более-менее занимается этим, может это сделать хорошо. И зачем отдавать там в салон 5-10 тысяч, ну, разные салоны бывают. Я разные деньги отдавала за это. Когда можно сходить и недорого взять. Вот я сейчас делаю шелак на руках, на ногах. 450 рублей стоит шелак, да. Ну, плюс маникюр, педикюр. Потом полторы тысячи где-то выйдет у меня замелировать мои корни волос мелко. Мне кажется, это нормально. Не жалейте, вон я ходила рядом тоже в салон. Отдала 5 тысяч, и в итоге, блин, все, переделывают теперь. Вот. А потом уже тонировать я сама буду. Именно почему в салон не тонирую. Может быть, они бы и сделали супер мне там хорошо. Но я хочу сделать сама, снимать, все это делиться с вами. Тем более, это непросто. Ну, не просто. Тем более, это нетрудно. Взять и затонировать саму себя какой-то красочкой. Так, снимаю вот так, потому что у меня грязная голова. Кто с чистой головой идет обесцвечивать волос? Никто. Ладно, все, сижу, ножки грею. Я тут выбежала быстро. Я уже ногти сделаны. Здорово, хоть вас сведела. Эй, там. Сюда. Ой, мамочки. Господи. Что такое происходит? Хорошо мне на голову ничего не упало. Фаберлик. Мой первый заказик. Фаберлик. Не, на самом деле не первый. Я заказывала Фаберлик. Просто давно ничего не заказывала. А сейчас заказала приколюхи. Приколюхи хочу скорее открыть. И показать вам. В общем, интересно будет, что? Что, 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 что? Попробуйте. Кстати, вот шелак, ноготочки сделала я и на ручках, и на ножках. В принципе, девушка по имени Люсионе. Очень красивое имя сделала мне. Вот, и мне очень понравилось, в принципе. И знаете, самое главное качество вообще, вот когда я хожу куда-то в салон, когда люди умеют слушать. А они не просто слушают и молчают там, да, да. А они сейчас спрашивают, интересуются. Это вообще, мне кажется, такие люди, они просто нарасхват. Потому что все люди любят, чтобы ими интересовались, задавали им вопросы. То есть, понимаете, проявляли к вам интерес. И у кого это качество есть, искренне проявлять интерес к другому, у этих людей будет все замечательно в жизни. Точно. Так что спасибо ей за такой маникюр, ты красивый. Вот обожаю... Обожаю эту прическу, мне кажется, что это fashion. Я бы вот так и гуляла бы. Все, мои хорошие, меня покрасили. Мне очень нравится, что получилось. Ой, все волосы посыпались. Не, не волнуйтесь, все нормально. В общем, сейчас приду домой и буду снимать для вас серые волосы. Дубль 10. Ну, теперь совсем другой вид, правда? Волосы, мои волосы! Обожаю вас! Это все мое. Остается совсем немного времени. Хочу показать. В экспрессе новое. Для рамок вообще классная штука. Но мне такая не нужна. Кстати, вот эти стаканы, которые трескаются от горячего, пришли в новых цветах. Дальше, дальше, дальше. Блокнота вот такого не было. Еще раз, пока батарейка не сядет. И я себе взяла вот такую. Вот это тема моя вообще. Да? Под мои стены кирпичные. Ага. Вот такие пришли. Не было тоже копилочки. Маленькие. Ну, только мало денег сюда. Мало. Для малого количества денег. Что еще? Ну, все. Это я показывала, да? Такие маленькие. А, вот еще что-то. Смотрите. Прелесть. Одна прелестнюха за другой. И вот смотрите, что здесь этого не было. Теперь здесь можно вообще цветы посадить дома. Такие, как баклажаны. Цветная капуста. Не, не, я шучу. Вечерний рамач. Матиола. Настурция. В общем, ладно, не будем на это тратить время на телефоне. А вот такие чехольчики вы видели? Что-то я первый раз вижу. Может, мне не нужно было? С ушками. Розовенькие есть. Есть розовые с ушками. Блин, взять себе что ли? Я же такая, блин. Все же надо взять. У меня уже второй чехол тогда будет. Мими, да? Я беру. Вообще, я в фикс-прайс пришла за помидорчиками с огурчиками. И за влажными салфетками детскими. Потому что они мне очень-очень понравились. Сейчас колготки посмотрю, чтобы только были хлопковые. Бахилы, кстати, всегда пригодятся. Бросил в машину. Нет, даже не в машину, а в сумку. Чтобы не забывать их. И в поликлинику. Вот такую штучку я не видела. Новенькая. Что это такое? Для яиц, что ли? Ой, это для колбасы. А, ну нарисована же колбаса. Прикол. Да, у меня, кстати, вонял весь холодильник колбасовым. Пока я ее не выкинула. Вот они. Мои родимые. Вкусненькие. Бунжур клубничный. Не было его до этого. Блин, я бы взяла, но у меня столько сладкого. Надо его, короче, доедать. Еще я уезжаю, чтобы она не лежала. Все. Мне кажется, я скоро растолстел. У меня будет попец такой. Просто пипец. А не попец. Пипец-попец. Я дома, ура, 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 ура. Да, какое-то мелирование у меня получилось грубоватое, но вот на камере. А так, в принципе, блин, вроде нормально. Ой, вот я в другой салон пошла. Что-то как-то грубовато, да, вроде бы. Ну, ничего, ладно, затонируюсь. Блин, ну не везет мне с салонами. Ну, я пошла в недорогой салон, что ожидать. Какие-то грубые пятна, да? Ты не видишь? Не кажется тебе? Или нет? Повернись ко мне с пробором. Или так нормально? На камере вообще очень грубо прям. А вот здесь как будто не прокрашен кусок. Ну, вот в этом только месте где-то какая-то неравномерность. Может быть, просто пробор заодно в другом месте и скрыть все неровности. Ну, ладно. Куда ты убрала все посылки? Я хотела показать. У меня целая горя посылок. Ну, ладно, раз мама убрала, значит все. В общем, ой, столько-столько всего. Ждите следующего видео. Там будет все подробно описано, со всеми посылками. Фаберлик и Алиэкспресс и бьюти-бокс. И, боже мой, боже мой, столько всего, столько всего. Я вас целую и люблю. До завтра. Не, ну нормально вообще. Мне не везет что-то, да? Реально, вот полоска тут не то, чтобы даже. А тут просто полоска. Вселенной экономишь. На самом деле, мне вышло сейчас полторы тысячи, вот, корнем. Божди, это просто-просто. Я просто вижу на видео, что это топорная работа. Эти штуки слезали постоянно. В общем, ладно. Женщина прикольная. Просто так пообщались, повеселились. И даже вот у меня нет никакой злости на вот такую работу. Вообще. Ну просто, я не могу. Ну как так? Вот. А где я делала до этого? Там, кстати, вообще мне меньше тысячи вышло окрашивание. Чародейки. Ну там, блин, я не помню своего мастера. И там надо было записываться как-то, блин. А здесь все сразу. Ах, не везу-ка.